Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, что сегодня длинная передача, она будет длиться час, так что времени для ответов на вопросы будет много. Здравствуйте, слушаюсь. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Мария Николаевна. У меня к вам сначала небольшой комментарий, а потом вопрос. Вы знаете, вот я первый раз в своей жизни слушала пресс-конференцию Путина от начала до конца. Я не разделяю ваше мнение, что она была уж совсем пустая. Конечно, представительство региональных... Нет, я прошу прощения, я не сказал, что она была пустая. Я сказал, что она была скучной. Ну извините, возможно, я вас неправильно поняла. Она была скучной. Мое мнение такое, что она не была пустая. Извините, возможно, я вас неправильно поняла. Значит, убожество региональной журналистики просто потрясло. Но оно было компенсировано актерским мастерством, с которым, значит, Путин подавал свои ответы на убогие вопросы. А теперь вопрос к вам, извините. Значит, я поняла так, что у Путина несколько раз проходила такая идея, что разворачивается экономика в сторону восточных областей нашей страны. Вот как вы полагаете, насколько основательны эти, значит, ну такие вот заявления? Спасибо. Ну, я бы не стал очень уверенно говорить, потому что, во-первых, правительство совершенно не волнует, что думает Путин. И если оно решит, что Дальний Восток лучше отдать Китаю, оно будет отдавать Дальний Восток Китаю. Это очень хорошо видно, потому как правительство активно саботировало, в общем, и сейчас еще саботируют, хотя это труднее развитие таможенного союза. Во-вторых, да, действительно, имеет место такой акцент, связанный как раз с усилением оппозиции Китая на Дальнем Востоке и тем, что очень сильный отток населения был там в 90-е и 2000-е годы. Но, опять-таки, правительство демонстративно говорит Путину, что денег нету. Вот на все это требуются деньги, которых нету. И насколько эффективно эти деньги будут использованы, и что здесь можно сделать, это вопрос. Потому что, да, конечно, не вызывает сомнений, что деньги будут выделяться, но, во-первых, сколько их будет выделяться, а, во-вторых, насколько эффективно они будут выделяться. В общем, все вот это вот, это вопросы, на которые ответа пока нет. То есть, Путин выдвинул некоторое направление, которое он считает важным, но не вызывает сомнений, что правительство другое мнение, но, собственно, правительство Путин по каким-то причинам не трогает. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Будьте здоровы, вы, по-моему, подпростыли. А то будет нечего слушать после 11-го, заболеетесь ли. Я хотел бы спросить, откуда такая забота, в частности, на этой конференции, в которой, по-моему, тоже было нечего слушать, к нему каких-то анекдотов. Откуда такая забота об Украине? Она с выгодой для России или действительно отеческая такая забота? И еще, значит, вот это вот двойное понижение цен для Украины назад теперь ляжет, видимо, на нас с вами. Спасибо, Николай. Ну, это вопрос сложный, куда оно ляжет, потому что далеко не все деньги, которые получал «Газпром», шли в бюджет. А что касается Украины, то тут, на самом деле, ответ очень простой. Дело в том, что, ну, это известно, Украина управляет группа олигархов, которая до безумия боится России, потому что считает, что российские олигархи как более сильные могут их раскулачить, и которая абсолютно начихает на интересы Украины как страны и народа украинского. И эти олигархи толкали Украину в объятия Евросоюза. У них там свои соображения, я даже не буду их сейчас обсуждать. Вот эти вот соображения и требовали подписания соглашения с Евросоюзом, независимо от того, что там написано. А написано там ужас-ужас-ужас, да, например, там это соглашение запрещало украинцам продавать на базаре выращенную на приусадебных участках свинину. Ну, еще много чего. То есть в этой ситуации, в общем, для Украины это тотальная катастрофа. Для нас мы прекрасно понимаем, что по мере развития экономического кризиса, по мере проблем в Европе, Украина неминуемо войдет в нашу, в евразийскую систему разделения труда. Ну, просто нет другой альтернативы объективно. А и в этой ситуации то, что мы дали Украине деньги, это позволило ей избежать вот крайне опасного и невероятно вредного решения. В некотором смысле мы в последнюю секунду наших, как бы, родственников спасли от крайне опрометчивого шага. Ну, условно говоря, для того, чтобы заложить ростовщику последнюю квартиру или еще чего-то, если говорить о такой банальной жизни бытовой. То есть на самом деле я считаю, что то, что мы сделали, это, безусловно, правильно. Теперь только нужно внятно объяснить людям, что произошло, и по возможности избавить их от контроля со стороны олигархов, которые, конечно, вредительствуют там по полной программе. Здравствуйте, послушаю вас. Алло. Добрый день, Михаил. Радио. Евгений Москва. У меня вопрос немножко связанный и с вчерашним выступлением Путина, и с обращением к Федеральному собранию. Если можно по поводу нашего мегарегулятора. Только быстро. Потому что... Я быстренько. Владимир Владимирович просил мегарегулятора в лице Центробанка понизить ставки по рефинансированию. Эта ставка по рефинансированию, можно сказать, является и основным условием минимальной ставки кредита, по которым работают коммерческие банки. Это я так понимаю. Подскажите, пожалуйста, можно ли в ближайшем оборудовании в будущем рассчитывать на снижение ставок? Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, напоминаю, телефон прямого эфира 8495-788-107-0. А я отвечаю на вопрос, который был задан до перерыва на новости. Это вопрос относительно ставки. Значит, давайте смотреть сразу. С точки зрения либералов, высокая ставка это обязательные условия существования российской экономики. У нас должна быть нехватка денег, денег должно быть ровно столько, сколько у нас есть долларов, и, соответственно, снижение ставки это не наш метод, потому что должна быть жесткая конкуренция. Я не верю, что Набиулина ради указаний Путина откажется от своих либеральных взглядов. Это исключено. Понимаете, она всю свою карьеру делала в рамках либеральной команды. То есть ее поощряли за либеральные действия. Достаточно наивно считать, чтобы человек, который получал пироги и пышки, и, кстати, достаточно много денег просто лично, а в рамках исследования некоторой стратегии вдруг ни с того ни с сего добровольно от нее отказался. Это вещь достаточно неестественная. То есть люди, которым такое не нравится, они отказываются сразу. А вот те, которые там на протяжении почти 20 лет эту линию вели, они уже не отказываются. Поэтому я не верю, что нынешнее руководство Центрального банка сделает так, чтобы ставки упали. А с точки зрения развития, да, конечно, пока у нас ставки вот такие, как на Западе. Но на самом деле ситуация же очень простая. Из-за чего такие высокие ставки? А если говорить о рисках кредитных, то о каких кредитных рисках может идти речь, когда у нас там 150-процентные залоги? Нету тут рисков. Ставка определяется двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство – это стоимость денег. А дешевых денег нет, потому что их Центральный банк не дает, а есть только дорогие, которые привлекаются от населения. Значит, от населения привлекаются деньги не дешевле 11%, значит, получение кредита по цене меньше, чем 14% невозможно в принципе. Ну, хорошо. Предположим, что Центральный банк... Да, а второе обстоятельство, дополнительные риски стоят в том, что поскольку Центральный банк не рефинансирует экономику, то она рефинансируется в валюте. То есть, иными словами, банки берут доллары на Западе, конвертируют их в рубли и выдают рублевые кредиты. Если этот рублевый кредит длинный, то банк обязательно должен закладывать процент, риск того, что рубль девальвируется за это время. Потому что возвращать-то нужно доллары. В этой ситуации это для экономики катастрофы, тем более в нынешней ситуации, когда Центральный банк все время норовит чуть-чуть девальвировать рубль для того, чтобы стимулировать экономику. На самом деле это безвыходная ситуация. Я уже много раз объяснял, что модель, которая соответствует Вашингтонскому консенсусу и которую двигал Гайдар, она, соответственно, подошла к своему естественному завершению. Больше она не работает. Экономического роста больше не будет и дешевого кредита в рамках этой модели быть не может. Поэтому я не верю, что Центральный банк каким-то образом отреагирует на слова Путина. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Мне показалось, что на последней пресс-конференции для провинциальных журналистов, кажется так, был задан Путину существенный вопрос. Даже не вопрос, а предложение. Дальневосточная журналистка предложила Путину стать пожизненным президентом России и сказала, что большая часть народа с этим согласится, если Путину удастся срезать олигархический нарост на экономике, национализировать значительную часть экономики. А отвечая на этот вопрос, Путин сказал, что акционерная форма капитала, ну то есть буржуазная форма, позволяет этому капиталу нарастать. Ну, по сути говоря, за счет иностранных источников. Но здесь он бьется в противоречии между тем, что значительная часть нашей экономики не принадлежит России формально, с одной стороны. А с другой стороны, он старается ликвидировать офшорный характер собственности. Это противоречие. Ну, я уже говорил о том, что у Путина имеется очень много противоречий, главный из которых состоит в том, что он, являясь, в общем, совершая откровенно антилиберальные действия в общественно-политическом поле, продолжает находиться в либеральном поле в экономическом. При этом, по неизвестным мне причинам, он не понимает, что это одно поле. Что если он находится, если он завершает антилиберальные действия в социальной и политической сфере, то представители экономического либерального крыла будут ему пакостить, создавать ему проблемы и т.д. и т.п. Почему он этого не понимает, я не знаю. Можно много на эту тему спорить. Некоторые люди считают, что все дело в том, что он вообще не воспринимает окружающих как набор кланов, а он их воспринимает как отдельных персонажей, которые с ним работают. Может быть, дело в этом, но суть от этого не меняется. То есть, это, в общем, в некотором смысле трагедия нашей страны, в первую очередь, что руководитель государства не понимает, что он ставит на ключевые посты людей, целью которых является разрушение российской экономики. Не прямой целью, разумеется, прямая цель у них внедрение идеологии, но эта идеология разрушает российскую экономику. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин продолжает отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Я к вам вот по какому вопросу. Вот я послушала ваше выступление. Вы так усердно ратуете за либеральных разрушителей, что даже в своем последнем слове сказали, продолжайте разрушайте. Вы вообще-то хоть соображаете, когда что говорите? Боюсь, что вы не очень внимательно слушали. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Радио, выключите, пожалуйста. Здравствуйте. Михаил, я вас всегда слушаю очень внимательно. И вот вы назвали три критерия, там, как Путин себя ведет. Вот три по третьему критерию я с вами согласна. То есть он говорит, а правительство не исполняет. То есть вот у них договоренность такая, я буду говорить, а вы делаете так, как вы делаете, так, как мы с вами договорились. Поэтому никакой, понимаете, у нас же ведь правительство неэффективное, оно действительно разоряющее нашу страну. И он к этому относится. Про правительство можете не говорить. Но проблема вот в чем. То есть такая версия допустима, но тогда зачем он лезет, соответственно, во все остальные темы? Ну зачем он начинает говорить про традиционные ценности? Кто его за язык тянет? Ну поддерживал бы либеральные ценности, был бы, соответственно, персоной Грата, его бы на Западе, бы на руках, бы носили. А он вместо этого начинает говорить про традиционные ценности, его же никто не заставляет, зачем он это делает? Понимаете, вот это вот такое странное сочетание абсолютно несовместимых вещей. То есть человек, который говорит о традиционных ценностях, поддерживает там Набиулину, Дворковича, Шувалова и Кудрина. Ну это как бы, ну это абсолютно несовместимо. Да, это вещи противоположные, практически всем в стране понятно, что это несовместимо, что нужно делать выбор, либо то, либо другое. Но вот он не хочет делать выбор, а почему, я не знаю.